Как отбавиться от установки и привычки «все сама». Действительно, я вам честно скажу, что эта установка не гендерная. Она есть и у мужчин, и у женщин. Не случайно есть знаменитое выражение «если хочешь сделать хорошо, сделай сам». Это часто слышат руководители, по крайней мере, мысленные, им это транслируют, значит, подчиненные, да и сами они понимают, что часто они настолько хорошо знают предмет, что они, конечно, решат задачу лучше, чем менее опытные подчиненные. Поэтому в этом есть определенная объективность. И самой по себе установка на самодеятельность – это хорошо. Другое дело слово «все». Любая псевдитизация, и мы об этом подробно говорим на курсе, саг за шагом, потому что это одна из ключевых рациональных установок с точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии, любая абсолютизация неизбежно приводит человека к проблемам, психологическим проблемам и стрессам в жизни и так далее. Поэтому самодеятельность – это хорошо, а вот все с этим надо поработать. Каким образом это надо делать? Прежде всего нужно оценить риски. Дело в том, что если вы боитесь, что что-то пойдет не так, вы часто думаете про это как про вселенскую катастрофу. Условно говоря, муж помоет посуду, но помоет ее не так хорошо, как можно было бы помыть. Конечно, это неприятно. Конечно, хотелось бы, чтобы он хорошо мыл посуду и так далее. Но насколько велика драма, если он ее помоет не очень хорошо? Ну, там три тарелки вы отложите, остальные мытые, слава богу. Я сейчас такой пример условный привожу очень, но иногда мы начинаем переживать из-за результата, хотя вы не ломаного, выеденного яйца не стоит, и ломаного гаража в том числе. Хотел сказать, выеденного гаража не стоит. Соответственно, нужно оценивать риски того, что ребенок что-то сделает не так, родители что-то сделают не так. Если это действительно вещь важная, и вы не хотите здесь, что называется, попасть в просаг или в лужу сесть, поэтому это вы точно берете на себя. А какие-то вещи не сложатся идеально. Ну, не смертельно, никто не умрет. Значит, первое, найдите то, что вы можете перепоручать другим людям без ощущения риска. Значит, это вот, как правило, когда даешь в долг. Когда даешь в долг, всегда должна быть внутренняя готовность эти деньги потерять. Если вы так относитесь, когда вы даете в долги, это для вас никогда не будет проблемой. Вы будете отказывать там, где вы не хотите терять. Как там говорить, лучше с дураком потерять, чем с дураком найти. Вот, значит, да, поэтому вы можете при таком подходе совершенно спокойно себя чувствовать. И здесь вот ровно то же самое. Значит, если вы что-то перепоручаете, то иногда, ну, как бы, вот это те случаи, которые я могу перепоручить, но будет как-то неважно, ну, и черт с ним. В общем, мое здоровье дороже, мое психическое состояние дороже. Это вот один аспект. Второй аспект связан с феноменом требований, который, как я уже сказал, мы подробно, целое занятие на это уходит из наших 12 занятий в курсе «Шаг за шагом» на обсуждение всей структуры вот этих рациональных требований, с которых мы живем. Это требование к самим себе соответствовать определенным стандартам. Это требование к другим людям, чтобы они были компетентны настолько же, насколько мы, что невозможно. вот, или маловероятно, так сказать. В противном случае, они были бы на нашем месте, а не мы на их, вот, и так далее. Поэтому это вопрос вот такого внутренней перенастройки. Если вы ее осуществите с помощью техники, про которые мы рассказывали на курсе, я уверен, это даст вам, в общем, значительно все легче и лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!